Во вторых двух падах тоже есть глагол в конце – ащатает, имперфект, от каузатива. Так, имперфект от каузатива, и каузативная основа образовалась от какого? Ащатает и от какого глагола? Шад, который обозначает падать, осыпаться, и ошатает, что означает ошатает? Уронил, наверное, или сбросил, привел к тому, что что-то там упало, осыпалось. А кто уронил или сбросил, или привел к тому, чтобы… Ну, подлежащая, я так понимаю, из первых двух пад – это, значит, гора. Гора, значит, что-то привела к тому, что что-то там слетело. Гора, она быстро задрожала, то есть начала быстро дрожать и дрожала в целый, аж целый час, будучи сжимаемая, гора, сжимаемая ваннером, да, ваннером, да, да, хануманом, да, и она ошатает, она привела к осыпанию сорвам пушпам. Всех цветов. Сорвам пушпам, ну, всех цветов было бы сорвам пушпам. Нет, ну, наверное, здесь анкаун-то был, наверное, как вот… Нет, каждого цветка. А, каждого цветка. Каждого, сорвам – это еще и каждый, да. Каждого цветка, да, и она привела к осыпанию дословно каждого цветка. Тарунам пушпитаагранам. Ну, это генитив деревьев и пушпитаагранам. Осыпанию каждого цветка с деревьев, тарунам, да, с деревьев, каждого цветка дословно деревьев. Пушпитаагранам. Что это такое? Композит, да? Да, композит. Ну, пушпита – это цветущие, а агранам – это верхушки. Ну, скажем, давайте агранам – это у нас окончание генитива множественного числа. Давайте переведем вот это выражение в номинативе множественного числа. Это тарух. Аграна. Агра. Дерево, которое пушпитааграх. Пушпитааграх. Таруху. Таруху пушпитааграх. Так. Так, и что же это такое пушпитааграх? Что это за композит? Пушпитааграх. Вот может быть, что такое пушпитааграх? Вот может быть так вот. А что такое агранам? Ну, верхушка. Верхушка. Дерево, дерево, верхушка. Это баховрихи получается. Агра. Тару, то есть верхушка. Дерево, то есть верхушка. Бессмысленно. Смысл нам подсказывает, что здесь должно быть что-то другое. Плюс в левой части ППП, значит, перед нами, скорее всего, баховрихи. Давайте попытаемся перевести это выражение как баховрихи и проанализировать. В которых цветущие верхушки деревьев. Значит, дерево, допустим, Тару Пушпитаграга. Верхушка которого цветет. То есть эта гора, задрожав, она привела к осыпанию каждого цветка с деревьев, верхушки которых цвели. С деревьев, с цветущими верхушками. Пожалуйста, кто-то что-то. Но это не может быть просто кармадгарой, то есть с верхушек, с цветущих верхушек деревьев. С цветущих верхушек деревьев. Очень хорошее замечание может быть. С цветущих верхушек Тару нам Пушпитагра нам. То есть теоретически может быть, конечно. Можно и проанализировать это как... Да, значит, каждого привело, значит, это дорожание горы, оно привело к осыпанию каждого цветка с цветущих верхушек к Агранам. Верхушки, которые цвели, то есть кармадгарая в генетиве, Тару нам, с деревьев, с цветущих верхушек деревьев. Да, это перед нами вот тот случай, когда можно и так, и так. Но я думаю, я склоняюсь к тому, что это все-таки Багуврии, потому что как-то вот генетив, который определяет слово в генетиве, ну как-то вот не очень изящно. Вот. А когда это, когда Багуврии, то все вот, все замечательно получается. Ну, в принципе, вот большое спасибо за это замечание. Это очень-очень толковое замечание, да. Теоретически можно, конечно, проанализировать и как Пушпитагра с цветущих верхушек. То есть верхушек, которые, значит, Пушпитанам Агранам тогда будет, да. То есть Пушпиташча Ассал Аграсча. Вот это будет Пушпитагра. Пушпиташча Ассал Аграсча Тейшам. Так будет ситуативно в данном контексте анализироваться кармадгара, если это кармадгара. Понятно. Еще раз. Пушпиташча Ассал Аграсча. Это Ассал, ну или дословно Вонта. То есть вот это и Пушпитагра, она и цвету, она является и цветущей, и верхушкой одновременно. Вот так вот формульно анализируется кармадгарой. Такие вот Пушпитагра. Вот. И затем комментатор должен вписать Пушпиташча Аграсча, и дальше он добавляет Тейшам. Генетик носного числа, вписывая это в строфу. Да. Это как, если бы здесь была кармадгарая, ну, если мы это понимаем все-таки как Татьяна, хотите дать сама Савиграху по традиционной формуле? Пушпитагра, чтобы это было. Пушпитани? Или какой это? Это мужской роды. Пушпитагра нам. Пушпитагра нам. Аграмужского рода. Пушпитага. Агра. Да, Пушпитага Аграга, да. Ешам. Ешам. Тейшам. Тейшам. Ешам, Тейшам. Да, Ешам, Тейшам. Вот краткая формула, достаточно. Ну, конечно, Таруна. Можно добавить Ешам, Тейшам, Татхокта она. Да, мы сейчас сами тоже скоро заканчиваем. Ну, до свидания тем, которые вынуждены бежать. Да, значит, Пушпитага Аграга Ешам, Тейшам. То есть тех Тейшам, Таруна, тех деревьев, у которых Ешам Аграга, верхушка Пушпитага была цветущей. Да, я лично думаю, мне более таким изящным решением кажется, что это Бахувриги, потому что Пушпитага, ну, да, это такая, самая такая, кармадгарая, конечно, такая вот, такая без изюминки. Да, а как Бахувриги, это всегда немножко с изюминкой. Ну, впрочем, вот, можно и так, да, можно и так, и так. Комментатор говорит, ащатает. Да, и, значит, что, вот если, Алексей, хотите доперевести? Давайте, да, конечно. Да, Парвата Гаката. Значит, Парвата здесь, собственно, это ангенс, то есть тот, кто совершает действия. Агенс, да. Понятно, это карта, это как каракам, да. Помните, мы говорили, ну, те, которые были, да, не все из вас были на, не знаю, там, летом, когда мы говорили, или весной, когда мы говорили о караках, да, это агенс, карта, деятель дословно. Деятелем, агенсом, карта карака, да, картр карака, это Парвата, гора, а чаланам карам. Карам, то есть орудие действия. Орудие действия, инструмент действия, да, то есть не гора является деятелем, а орудием действия является чаланам, движением. Чаланам движения. То есть не из-за горы осыпались, то есть гора, она, она как агенс, как бы живая гора, вот она с помощью, посредством движения, она осыпала, да, привела к осыпанию каждого цвета. Всех цветов, каждого отдельного цветка с деревьев вершин, их которых цвилили, с вершин, с цветущих вершин деревьев. Да, вот правда, совершенно верно, Татьяна сказала, можно и так, и всяк перевести, и будет смысл хороший, и в одном, и в другом случае. Да, да, ашатает, да, ашатает, то есть говорится о том, что, да, это уже с точки зрения, это вот уже синтаксический анализ с традиционной индийской точки зрения.